Я Анастасия Писырьевича в офисе, и также сегодня с вами будет Анастасий Константинович Петренко, академический отводитель программы. По ходу презентации, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете писать их в чат, и мы постараемся оперативно на них отвечать. Слово Александровичу. Добрый день. Моя задача представить нашу магистрскую программу. Я это сделаю, но я думаю, поскольку слушатели у нас ровно столько же, сколько и докладчиков, давайте сначала начнем со знакомства. Просто это полезно, потому что вы расскажете, какой у вас опыт, какие у вас намерения, очень коротко, одна-две минуты. И мне проще тогда будет рассказывать вам то, что вам интересно, и я не буду останавливаться на ненужных вещах. Екатерина, можете рассказать? Так, Екатерину мы пока не слышим. Екатерина. Я попросил включить микрофон, Екатерину не слышно. Так, ну давайте с Николая тогда попробуем его активировать. Так, Николай, можете рассказать? Если у вас какие-то проблемы со звуком, можете взять в чат. Напишите в чат, если что-то не получается. У Екатерины нет микрофона. Мне написалось, можно всем. У Екатерины, в общем, нет микрофона, Николай. Николай. Может, Николай тоже? Николай вышел. Николай тоже не откликает? А, Николай пропал. Николай пропал. Так. Но у Екатерины нет звука, поэтому я думаю, тогда можно. Так, но я ей сообщение послал. Так, Екатерина, ответьте на чат. А Екатерина написала мне, что у нее нет микрофона. Да, но клавиатура-то есть? А, да. Логично. Так, ВУГУ – это Вологодский? Или Волгога? Да, Вологодский. Понятно, хорошо. Так, и напишите, какой факультет, какая специальность вообще. Так, Екатерина, ждем ответ. О, понятно, какой длинный. Так. Вычислительная машина. Так, ну, отлично, хорошо. Так, тогда будем говорить, как коллега с коллегой. Так, у меня есть презентация, я ее сейчас быстро пролистаю. А вы, так, в чате, если вам что-то интересно, что-то непонятно, сразу пишите, и мы вернемся к этой теме, посмотрим презентацию еще, так сказать, подробнее. Так, сейчас демонстрация экрана. Так, у нас еще появилась Елизавета. Так, Елизавета, если вы меня слышите, в чате напишите, где вы сейчас учитесь. Так, вот я очень коротко пытаюсь объяснить, что такое системное программирование, если вдруг вы этого не знаете. А поскольку я вас не слышу... А у Елизаветы есть микрофон, Елизавета? Да, есть. О, отлично. Тогда просто вы мне скажите, где вы учитесь, и на мои вопросы можете прямо сразу отвечать. Да, и где вы учитесь? Я учусь на фундаментальной прикладной лингвистике, вышке. Хорошо, понятно. Так, тогда вот сейчас мы пролистаем еще один-два слайда по теме, что же такое системное программирование. И вы скажите сразу, значит, что из этого вам интересно. Так, читать успеваете? Да. Значит, вот обращайте внимательно, что специальность не включает, так сказать, многие разные аспекты программирования, связанные с прикладным программным обеспечением. Вот один из способов очертить тематику системного программирования. То есть, по факту, журнал системного программирования концентрируется именно на этих вопросах. Так что, ну, теория программирования – это общая вещь, конечно, да. Анализ трансформации программ и, скажем, компиляторные технологии входят, так сказать, в эту группу. Информационная безопасность охватывает очень много разных, так сказать, аспектов, включая методы компиляции и методы анализа программ в разных представлениях, как исходные коды, так и бинарные представления, операционные системы, сетевые технологии. Ну, в общем, отовсюду, откуда нас могут некие угрозы поступать. Все эти аспекты программного обеспечения, все входят в шверу внимания информационной безопасности. Программная инженерия – это многие разные вопросы, связанные с программированием, но не только само программирование, то есть и проектирование, моделирование, верификация, документирование требований, интеграция различных программ на различных, так сказать, платформах – это все вопросы программной инженерии. Значит, параллельно распределенное программирование по крайней мере два аспекта. Первое – это задание, решение задач вычислительной математики на параллельных системах. И второе – это просто большие распределенные системы, дейта-центры, кластеры, облачные структуры. Это вот все сюда относится. Ну, как видите, операционные системы компилятора идут отдельной строкой. Анализ данных – это, наверное, то, что это вот вместе эти три пункта. Анализ данных, информационный поиск и база данных – это некий блок работы вот с самыми современными информационными технологиями, и вот аппарат нейронных сетей, machine learning и прочее используется здесь. И по данным можно понимать очень много разных вещей. Это и данные соцсетей, и данные различных текстовых источников, и данные из графических каких-то представлений, фотографий, кино, аудио и так далее. Так что здесь все это можно найти. И, значит, как бы вот предупреждение. Видите, а чем мы точно не занимаемся? Вот. Но этот список, естественно, так сказать, неполный, но то, что красным шрифтом написано, это вот некие разные, достаточно популярные, так сказать, виды программного обеспечения, которые, в общем-то, нам, скажем так, не интересны, потому что сразу одновременно всем заниматься нельзя, и наша ниша – это все-таки системное программирование. Так. Ну, и если говорить, то мы все-таки, как бы это сказать, то есть программирование можно рассматривать одновременно как некое ремесло, как некая наука и как некое искусство. По крайней мере, три таких устойчивых точки зрения есть. И все они имеют под собой вполне серьезные основания, так что всем этим занимаемся. Но в конечном итоге, даже если мы, так сказать, занимаемся исследованиями и, так сказать, по ходу дела участвуем в научных конференциях, публикуем научные статьи, но это все промежуточные результаты. Конечный результат – это технология. Причем, заметьте, что не просто какой-то программный продукт, который можно куда-то продать, а это именно технология, на основе которого можно делать много разных продуктов. То есть такая достаточно большая, долговременная задача стоит. Ну, а направления развития, технологий много, они все перекликаются вот с теми темами системного программирования, которые перед этим мы с вами рассматривали. Это технология разработки компиляторов и, так сказать, различного рода анализаторов программ, операционные системы, технологии моделирования аппаратных платформ, которые необходимы для того, чтобы выполнять, скажем, так называемое контролируемое исполнение любых программ, неважно каких. Давайте двигаться дальше. Вот. Ну и такие достаточно экзотические много, мало кто-то про эти технологии знает, но они как раз очень, так сказать, нужны и важны для того, чтобы проводить тот же анализ, так сказать, программ на очень серьезном уровне. То есть это не просто какие-то евристики, это математические методы анализа и доказательства корректности. Этим в мире мало кто умеет пользоваться, но тем не менее необходимость их использования и развития есть. И этими вещами все мы, так сказать, вот занимаемся, ну, достаточно много. Ну и, соответственно, студенты, которые к нам, так сказать, приходят, они занимаются ровно этим. Сейчас я уже буду переходить к теме не что такое системное программирование, а как у нас организован процесс обучения. И хочу вот начать с мысли, которую высказывал, так сказать, основатель нашего института системного программирования, основатель кафедры системного программирования в Высшей школе экономики. Это академик Виктор Петрович Иванников. И он, вспоминая свою молодость, говорил, что вот я вот думал, а куда же пойти, значит, учиться. Он заканчивал физтех, но после этого он понимал, что нужно учиться дальше. Так сказать, выбирать аспирантуру, будущую работу и прочее. И не помню, своей головой дошел, своим умом, или кто-то ему подсказал, что учиться нужно идти туда, где есть кому учить. Вот. Значит, вот у нас на кафедре и, соответственно, в Институте системного программирования, где так или иначе студентам приходится достаточно много бывать, учиться и работать. Вот есть вот как бы такие показатели качества. Значит, пять ревьюеров открытых проектов LLVM и GCC. То есть, это просто монополисты. Это эти два открытых проекта, это монополисты по компиляторам во всем мире. То есть, это существенно больше, чем 90% рынка. Всего ревьюеров в мире в этих проектах, я думаю, порядка, ну там, одна-две сотни, не больше. Вот. Пять из них работает в Институте и в России других уже просто нет. Значит, в операционной системе Linux, это вы тоже знаете, тоже открытая операционная система, специалистов по ядру, которые не просто понимают, как ядро работает, а могут развивать или, так сказать, там, корректировать как-то ядро. Ну, тоже несколько сотен в мире, порядка одной тысячи. Вот несколько человек работает у нас, и мы активно работаем с сообществом, которое развивает Linux, так что тоже тут есть кому научиться. И вот эти люди, про которых я говорю, они, конечно, достаточно загружены, есть большая научная и производственная работа, но при этом они все одновременно ведут преподавание, так что тот, кто попадает на программу системного программирования, может слушать соответствующие курсы или получить как руководителя там курсовой или выпускной работы вот таких людей, и у них, если вы будете у них учиться, то вы многому научитесь. Так, теперь давайте двигаться дальше. А вот тут всякие такие, значит, есть плюсы и минусы, на которые обратите внимание. Давайте вернемся назад. Значит, что надо сказать, что с одной стороны процесс обучения достаточно демократичный, есть большой, как бы это сказать, есть официальная часть, так сказать, процесса обучения, и этим занимается персонал высшей школы экономики. И вот Анастасия, которая здесь присутствует, она представитель этого персонала, она там следит за порядком, она определяет, так сказать, некоторые вещи, помогает и вам, как студентам, и нам, как преподавателям, чтобы мы в рамках этого официального процесса, значит, делали все правильно, своевременно и так далее. Но есть сейчас содержательная часть. в рамках магистрской программы практически все преподаватели ваши это одновременные сотрудники института системного программирования, ну и, как правило, они одновременно являются сотрудниками кафедры системного программирования. Вот. И формат обучения определяется нами. То есть вот эта содержательная часть формата обучения определяется нами. И поэтому, когда я говорю, что лениться можно, по факту, да, можно лениться, и никто вас не будет обижать, если вы ленитесь. Другое дело, что вы при этом, может быть, ничему не научитесь. Или за там месяц, хорошо, если за месяц до конца семестра или до конца учебного года вы вспомните, что оказывается многое нужно сделать, и у вас не хватает времени. Да, все это будет так, то есть следить мы за вами почти не будем. Вот Анастасия иногда будет, вот, а у нас много других, так сказать, достаточно важных дел, мы следить за вами не будем. То есть учиться вы должны сами, а мы вам будем помогать. Значит, какие, так сказать, потенциальные стимулы? Тот, кто заканчивает магистратуру, как правило, после этого идет в аспирантуру, аспирантуру это 4 года, и по завершении аспирантуру вы становитесь классным специалистом, это, в общем, ну, это практически гарантия. То есть гарантия не потому, что мы делаем какие-то, там, фантастические, чрезмерные усилия, а просто, как бы, стиль, так сказать, работы и жизни в институте и на кафедре такой, что, так сказать, результат всегда будет, а вот у кого результата нет, он каким-то образом пропадает, там, в течение первого года обучения, второго года, ну, так, по разным причинам, причинам, то есть, конечно, отсев некоторые есть, но тот, кто, так сказать, продержится до конца, он будет классным специалистом, и это вы будете чувствовать на себе сами, и все, так сказать, ваши близкие коллеги и дальние коллеги совершенно точно это будут признавать, так что здесь нет никаких сомнений, что все получится у того, кто, так сказать, эту марафонскую дистанцию пройдет. Нужно ли при этом считать, что вы, так сказать, всю жизнь будете заниматься системным программированием? Лучше исходить из этого, да. На самом деле, никто не знает, что будет там через год, через два или через десять, но учиться сейчас надо, исходя из того, что это ваше ремесло, так сказать, ваша, так сказать, стезя на всю вашу жизнь, то есть, нужно все это делать достаточно основательно, достаточно много трудиться, и тогда и будет результат, который принесет удовлетворение вам в первую очередь. Так что, вот тут надо честно сказать, что, хотя лениться можно, но удовольствие получите только тогда, когда будете много трудиться. Так, если эта презентация вам будет доступна, то можете потом походить по этим ссылкам, посмотреть, и чем институт занимается, какие публикации, какие конференции, так что здесь, в общем, не исчерпывающая информация, тем не менее, тут достаточно много всего, и, как видите, в основном, это сайты института, на сайте института есть страничка, которая посвящена базовой кафедре системного программирования Высшей школы экономики, ну, как бы все это увидите. Если будут вопросы, вот я не помню, у меня на самой первой страничке там контакты есть, но они точно, у меня есть контакты на сайте Высшей школы экономики, ну, и здесь тоже есть, вот можно писать мне, или Ефим Михайлович, Ефим Михайлович, значит, заместитель заведующего кафедры, вот, он тоже Вам на все вопросы сможет ответить. По, вот, всяким официальным вещам, связанным с форматом обучения и прочее, это вопросы скорее к Анастасии. Так, ну, а сейчас давайте, значит, время у нас есть, так что давайте, я сейчас презентацию закрою, чтобы мне можно было увидеть чат. Так, значит, смотрю, так, что-то, ага, чат, так, так, от Елизаветы получил спасибо, и Вам спасибо, хорошо. Так, от Екатерины вопросы есть? Какой нет, может написать, всегда нам ответил, и по учебному процессу, и по какому-то, может быть, ко мне отмечающийся вопрос. Да, видишь, я похож на свои задачи справился, Елизавета, ответил. я думаю, у Елизаветы все понятно. Да, даже я поняла, вопросов нет, пишет Елизавета. Да, Так, ну, наверное, на этом, так сказать, заканчиваем. Екатерина, если что, пишите, так что, в общем, ответим. Да? Да, да, хорошо. Всем хороших выходных, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.